Девчонка Быть может она далеко, далеко, быть может совсем она близко, найти человека в Москве нелегко, когда неизвестна прописка. КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Товарищ начальник, скажите, пожалуйста, где останавливается 10-й вагон? 10-й вагон, бабуся? Вон, конечно, с платформы, бачите? Вижу. Так, это не там. Будку бачите? Вижу. Это тоже не там. Подальше будки будет как раз 10-й вагон. Торопитесь, бабуся, потому что поезд стоит одну минуту. Батюшки, да как же я там успею? Ведь там так высок, как ты вскарабкал, у меня столько вещей. Бабушка, я вам помогу. Спасибо, милая. А вы-то чего стоите? Чистое наказание. Платформу построить не можете, хоть помогите. Це не наша забота. Как-то не вашу заботу, берите-ка. Прошу. Так. Так, пошли. Пошли. Почему это у вас такие платформы короткие? Это неверно. Цены от нас зависят. От кого же? От управления дороги. Мы цей вопрос уже не раз ставили. Бабушка, хочу. Ну вот, ну то что тут еще надумал-то? Невовремя. Ох, чистые наказания. Загрузитесь, бабуся. Так. Поехали. Большое вам спасибо. Только нужно не вопрос ставить, а платформы. Значит так, 66 на 23 в вашу пользу. Бабушка, если что нужно будет, я помогу вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Где тут 14-е место, а? Здесь. Здесь, пожалуйста. Спасибо. Вот сейчас девушка с нами сыграет подкидного, да? А я не играю. А на балалайке вы играете? Нет, не играю. Да просто. Ну тогда на гитаре сыграю. Для первого знакомства. А мы с вами не знакомы. Все равно же познакомимся. Вряд ли. Все, кончилась наша тихая мужская жизнь. Кончилась. Может, хватит? Согласен, перерыв. 66 раз проиграли. Ну, говорят, кому в карты не везет, тому в любви везет. Не всегда. Поднимите-ка ноги. Вот это вы напрасно. Придет проводник и все уберет. А вам перед проводником не стыдно? Конечно стыдно. И все ждет. Это вам нужно? Пустые нам не нужно. С перчиком не везет. Язва. Молодой человек, это вагон для некурящих. Между прочим, это вагон для курящих. Но если вам не нравится, мы можем выйти. Скажите, пожалуйста, вы везде наводите порядки? Или вот здесь только на транспорте? А вы их только на транспорте. Нарушаете или везде? Везде. Оно и видно. Пойдем покурим. Пойдем. Пойдем. Документ. Справка. Дана Ирина Ивановна Иванова в том, что она работала в артеле Восход и уволена по собственному желанию в связи с неуживчивостью характера. Предправление Клячкин. Здесь билет, деньги. Так это наши соседки. Ну что вы? Точно. Сразу видно, что неуживчивый характер. Гражданчика, это вы сейчас сели в ваш билетик? Да, Антонич. Да, Антонич. Я просто не знаю, куда он делся. Мне что, штраф придется платить, да? Правило гласит, за потерю билета отвечает потерявший терепотерявшая. Ага, значит, вы тоже нарушаете порядки на транспорте. Послушайте, отдайте мне от покоя, наконец. А штраф большой? Да не беспокойтесь, не придется вам штраф платить. Вот ваш документ. А зачем вы взяли чужой билет? Не кричите на меня, я вас ее не брал. А нашел в коридоре на полу. Вместо того, чтобы спасить, я кричу, а до счет. Ой, большое спасибо. А сердце у вас, наверное, в пятки ушло, да? Еще бы. А вы куда едете, в Москву? Угу, в Москву. Да ладно уж, курите. Да ладно уж, не буду. А за что у вас все-таки уволили? Да так, в связи с неуживчивостью характера. Это вот этот Клячкин? Угу. А кто он такой? Жулик. Как жулик? Ну так, вообще-то он председатель артеля. Я его критиковать стала, он меня взял и уволил. Ну, а в Москву к кому? К отцу едете, да? Нет. К матери? К мужу? Нет, к деду. У меня никого нет, кроме него. Тут еще и уволили. А дед-то у вас хоть работает? Угу, не хочет на пенсию ходить. В райсовете работает. О, в райсовете, значит, начальство? Да. Чем же он у вас заведует? Дверями. Как дверями? Вот так, вахтер, он сторож. О, а в Москве что собираетесь делать, работать? Угу, и учиться. У меня на Москву большие надежды. Артисткой пойди собираетесь стать, да? Как-то вы догадались. Да сейчас все девушки мечтают быть актрисой. А, хорошо бы стать артисткой. Вот к нам оперетто приезжал, так я все постановки пересмотрела. А вы с вами поете? Немножечко. Спорить что-нибудь, а? Ну что вы, уже все спят. Ну, тихо, сейчас. Да нет, нет. Тихонько. Ну ладно. А про что он спит? Ну, про любовь. Про любовь? Я вот тут недавно песню слышала. Она не совсем про любовь, но все-таки. С малых лет мы рядом жили, Под ним дорожком шли. С малых лет мы с ним дружили, С малых лет мы с ним дружили, И учились, и росли. А теперь со мною встречи он боится, как огня. Ходит мимо каждый вечер, Еле смотрит на меня. Мне грустно и тревожно, мне и грустно и тревожно, Потеряла я покой. На меня он смотрит строго, И никак я не пойму, Чем же этот недотрога, Чем же этот недотрога, Дорог сердцу моему. Он недавно долетел до меня на стороне, Что он тоже, то и дело, Речь заводит обо мне. На душе моей тревожно, Я не знаю, как мне быть. Совершенно невозможно, Совершенно невозможно, Без него на свете Жить. И все. Судька, хорошо. Это правда вам понравилось? Правда. А вы работаете или учитесь? Я дома строю. Давайте познакомимся по-настоящему. Зовут меня Павел, а так попросту Паша. Катя. Катя. Иванова. С ним жив, чем характер. Все знаю. Ну, спойте еще что-нибудь, а? Что вы, уже пора спать. Спокойной ночи, Паша. Спокойной ночи, Катя. К третьей платформе прибывает поезд номер 43, Сочи, Москва. Катя, а можно я вас предложу? Что, я сама дойду. Всего хорошего. Счастливо. И свидание. А вы можете заблудиться в Москве. А я не заблужусь. Но мне в ту же сторону. В какую? Туда, куда и вам. Какой вы же моего адреса не знаете? Да вот я его и узнаю. Что вы наделали? Всю мою диету рассыпали. Пожалуйста, разрешите, пожалуйста, пройти. Обождите, молодой человек. Мы еще не кончили старфруктов. Катя, обождите сейчас я. Да вы что? С ума сошли. Катя, вы знаете, что? Вы идите, я от нас с другой стороны. Без парни. Все вы не кричите. Катя, вы что? С ума сошли. Катя, вы знаете, что вы идите, я от нас с другой стороны. Позже! О, Катерина! Ой, дедушка! Вы, невеста, как, невеста! Здравствуйте! Второй день к этому поезду выхожу, так письмо получил. Это что же, все твое преданное? Все. Ну, пошли. Подождите, дедушка, нарослы не надо, пойдем, а то затолкай. Пошли, мы сами всех затолкаем. Дедушка, подожди, у меня туфель расстегнулся. Ну, вот, нашла место. Все, на. У меня еще правый. Уж не провожатого ли ты какого ждешь? Что вы, дедушка? Пошли. Вон пас, ты какой, пап. Насилучик! Вылезай, да! Ну, что, моя крошка? Здорово, здорова. Здорово, здорова, здорова. Минуточку. Здесь, я один товарищ ждет. Какой он? Сейчас, обождите. Паша, ну, обожди, сейчас. Паша, паша, вот ты родные. Паша! Катя! Паша! Катя, адрес, адрес! Адрес скажи! Никола! Фарту езжал, товарищ! Слушай, какие улицы в Москве начинаются с Никола? Никола Дураковский. Никола Запьянцовский. Никола Ширтовский. Я серьезно спрашиваю. Ширтовский! Ширтовский! Ну, вот и приехали. Место моей работы. Районная советская власть. А в этом доме я живу. Пойдем. Вон, в 41-й квартире. Дедушка, я же не виновата. Я просто стерпеть не могла. А вообще-то меня по собственному желанию уволили. Варенье бери. Должен тебе сказать, как человек с опытом, как выходец из прошлого века, что на людей бросаться зазря не нужно. И иногда характер свой попридержать полезно. Дедушка, а я зазря на людей никогда не бросаюсь. Я просто не люблю, когда они неправильно поступают. Да когда ты знаешь, правильно или неправильно. Это же ясно, дедушка. Как ясно? Вот правильно, это по-советски. А неправильно, это не по-советски. Поэтому же каждый ребенок разберется. А я уже 7 классов кончила. Да так-то оно так, Катерина. Но ты все-таки этого не очень. Чтоб по молодости лет и ошибиться можешь. Хорошо, что у тебя дед жив. Человек с положением. А не будь меня, пропадешь. Это вам, дедушка. Спасибо. Что же касается твоего трудоустройства, то с Семеном Петровичем поговорить надо. Наш домоуправ. Подумаем, куда шагнуть. Это тоже выбрать надо. Если улицы Москвы вытянуть в одну, то по ней пройдете вы через всю страну. Если лестницы Москвы все сложить в одну, то по ней сберетесь вы прямо на луну. Вот она какая, большая, прибольшая, Приветлива со всеми, во всех сердцах жива. Любимая, родная, красавица Москва. Заблудиться можно в ней ровно в пять минут, Но она полна друзей, и тебя найдут. Приласкают ободряд, скажут неробей, Звезды красные горят, по ночам на дне. Вот она какая, большая, прибольшая, Приветлива со всеми, во всех сердцах жива. Любимая, родная, красавица Москва. Днем и ночью, как прибой, Все кипит вокруг, но когда-нибудь с тобой Встречусь я, мой друг. Я одна теперь пою, а тогда вдвоем Эту песенку мою мы с тобой споем. Вот она какая, большая, прибольшая, Приветлива со всеми, во всех сердцах жива. Любимая, родная, красавица Москва. Ничего, получается. Ой, дедушка, это вы. Ты что, в постановках играла? В самодеятельной художественности? Угу. Ну и что, как? Голос? Есть, нет? Что говорят-то? Я не знаю, мне почетную граунту однажды присудили. Так у меня знакомый есть по этой части. Человек искусства в театре работает, опереттый. Опереттый? Да, гардеробщик. Большой знаток. Я его попрошу. Пусть он проверит, что там у тебя, талант? Или, может быть, просто так, почетная грамота? Ну, а справочник, что тебе сказали? Слушай, запутался я совсем. Чего? Ты понимаешь, на одну Москву приходится две Никола улицы, десять Никол переулков и два Никол тупика. Так. Если только улиц не брать в счет, то получается 12 переулков. В каждом переулке приблизительно по 20 домов. Я множу 12 на 20, получается 240 домов. Это вот это, да? А 4800, что это такое? А в каждом доме приблизительно по 20 квартир. Ага. Значит, 20 помножить на 240, получается 4800 квартир, как одна копеечка. Это тебе все придется обойти? Ну, а что делать? Сколько же тебе времени на это надо? Если я в день буду проходить по 30 квартир... Ну, конечно, стоимо не обойти. Нет. То получается 4800 делим на 30, 160 дней. Это полгода. Да не считай улиц, а если с улицами, то вообще астрономия. Знаешь, Паша, ты возьми отпуск на месяц, а потом месяца два у тебя бюллетень будет. А зачем бюллетень? Без выходных работ уже встанешь. Паша, а ты помнишь, на каком автобусе она с вокзала уехала? Что ты, в этой суматохе-то я и не разобрал. Вот это четвертый или четырнадцатый? Слушай, Паш, мы завтра узнаем. В районе никаких никол проходит четвертый и четырнадцатый. И для начала проспешим эти районы. Правильно. Клавочка! Клава! Ну ты что, застала, что ли? Давай к панель туда. Пашенька! Я тебе сейчас стихотворение Степана Щипачева прочитаю. Чего-чего? Любовь пронес я через все разлуки и счастлив тем, что от тебя вдали... Клава, мне панель нужна, а не Степан Щипачев. Слышь, ну что с тобой? Павлушенька, это ваше сердце бьется. Господи, Господи, Господи. Слышишь? Не слышу. Давай к панель, Клава. Тимофей Тимофеевич, сейчас мы исполним арию графини и запереты мальчик-гусар. Катерина. Я в жизни, Арнольд, полегала немало. Я много любила, я много страдала. Ты, мальчик, Арнольд, и тебе не понять, что значит, что значит любить и страдать. Графиня. Дитя, позабудь об несчастной графине. С тобой я встречаться не стану отныне. Усталое сердце давно без огня. Все в прошлом, Арнольд, у меня. Малю, останься. Арнольд, моему, ты последуй совету. Не ли запрягать поскорее карету? Расстаться, Арнольд, наступила пора. Любовь, любовь, роковая игра. Выйди-ка. Что скажешь, Тимофей Тимофеевич? Что сказать? Хорошо. Но не подойдет. То есть как не подойдет? Каскада у нее не хватает. То есть таланту? Не, талант это талантом, а каскад это талант с каскадом. А без каскаду нельзя? Нет, можно. Но только в МХАТ. Или в Малый. А у нас такие артисты только для статистики. Не понял. Ну, статистами. То есть представления не применяются? Нет, они представляют. Вот шум за сценой или графиню какую-нибудь безмолвную. Но вот ежели талант с каскадом... Ну, это тогда совсем другое дело. Это тогда уж вот тут шип и блеск. Ну, а Катерина-то... Артистка должна быть фигуристой. Должна в глаза бросаться всем антуражам. Может, ее все-таки попробовать сунуть в МХАТ? Там у меня приятель из нашей артерии. Ведь у нас, понимаешь, судьи... Пой, пляши, публику весели. Одно слово. Оперета. Знаю я одно прелестное вестечко. Знаю я одно прелестное. Катерина! Не берет он тебя в актрису-то, Катерина. Говорит, не подходишь ты ему. Не дуй губы-то, актриса. Да не бойся ты, устрою не хуже. Лифтершей будешь. Там каскаду не нужно. Не буду я лифтершей. Знал бы, не звал тебя, старая вешалка. Ну уж это, знаете, после таких слов прошу больше не рассчитывать на контрмарки. О чем я печалюсь, о чем я грущу? Одно и лишь гитаре открою. Девчонку без адреса всюду ищу, и днем, и вечернею порою. Быть может, она далеко, далеко. Быть может, совсем она близко. Найти человека в Москве нелегко, Когда неизвестна прописка. Ах, адресный стол, вы, ученый народ, Найдите ее по приметам. Глаза, словно звезды, и брови в разлет, И носик курносы при этом. В Москве отвечает ученый народ, Бессмысленны ваши запросы. Сто тысяч девчонок, чьи брови в разлет, И полмиллиона курносы. Со смены отправлюсь на поиски вновь, Лишь вечер над городом ляжет. Надеюсь, я только друзья на любовь, Она мне дорогу подскажет. Ну так, давайте подытожим. Значит так, в сорок первой квартире никого не оказалось. В сорок второй вообще не стали разговаривать. По шее дали. В сорок третий? В сорок третий, в сорок четвертый, в сорок пятый, Джулет твоей не было. Нет, Паша, так можно сказать, ножки протянет. Я же тебя не заставляю, можешь не ходить. Да ты не сердись, ты вспомнишь, он тебе еще про себя говорил. Чтобы один ориентир настоящий был. Кроме этого Никола пропадил пропадку. Ну что она говорила? Вот знаешь, про деда она говорила. Ну, дед у нее есть. Ну ты представляешь, сколько в Москве дедов. Начнешь московский дедов делить, умножать на карьер, и у меня эти-ка получится. Про деду. Потом еще про оперету говорю. Ну, вот любит она очень оперету. А ты любишь? Люблю. Простите, пожалуйста, вы любите оперету? Нет. Любите. Спасибо, все любят оперету. Я тоже люблю оперету, такой же карьерчик. Знаешь что? Дед у нее. Ну, что тебе дался дед, дед, дед? Нет, он работает. Будет и наблюдать за 40 минут. Он работает в рай. Ну, спокойно. Глав спирт? Да нет, в рай. Стравотдел? Нет, нет. В райсовете? В райсовете? Вахтеров. Ну что ж ты раньше молчал, это же самое главное. Товарищ Старшина, скажите, пожалуйста, сколько в Москве районов? 25 районов, 25 районов, 25 районов, 25 вахтеров. Считай, что мы и нашли. Пойдем, пошли. Паш, а? Ну, куда ты пошел? Куда ты пошел? Куда? В райсовет. Какой же райсовет, когда рабочее время кончишь? Да? Знаешь что, давай сейчас зайдем в 41-ю квартиру. Паш, видишь дворник? Ну и что? Смотрит, а ходит два здоровых парня по квартирам. Черт что подумает, еще он какую-нибудь историю влипнет. Пойдем сейчас домой, а за с утра в райсоветов. Пойдем. Пойдем. У него вся соль в кнопке. Нажал, поехал. Дело простое. Я понимаю, Семен Трубчев. Начальство не надо перебивать. Не надо. Заходи. Веди сюда. К примеру, мне надо на пятый этаж. Что я делаю? Нажимаю пятую кнопку и еду. Заело. Заело с пятой. Действуй, подтвержденный мной инструкцией. Вот висит в рамочке. Бери седьмой этаж. Так. Потом дай, стоп. Потом обратно пятой. Стоим. Так. Не едем. На этот случай у меня все предусмотрено. Жми аварийную. Замыкание. И на этот случай все предусмотрено. Слушай, надо бежать за монтером. Муха, нельзя его проклятого не совсем починить. Конечно, можно. Да руки до всего не доходят. А у меня их только две. Понятно? Я теперь в сторону культ работы рокировался. Организовал уголок тихих игр. Шахматы, шашки. А то от ребячьего футбола должен вам страдать. Ага, лифт работает. Все в порядке. Лифт работает. Спасибо. Куда, куда, куда. Куда вы удалились Весны моей. Эй! Безобразие! Выньте меня отсюда! Ну, сейчас же! Не волнуйтесь, пожалуйста. Седьмой нажмите, вторую и пятую. Ничего не получается. Жму не идет. Тогда так. Первую, аварийную, потом пятую. Звонок работает, а лифт нет. Почитайте, там свежие газеты лежат. Я за монтером сбегу. Да я же на концерт опаздываю. А вы артист. Ну да. Тогда я для вас все сделаю. Семен Петрович, я так больше не могу. Что за хрик? Ты понимаешь, куда ты ворвалась? У нас там человек, артист. Что человек, артист? Я вот комбинацию обдумал. Артист в клетке. А вы тут комбинируйте. Перед людьми же совестно. В самом деле, Семен Петрович, лифт у нас давно в цепь не очень. Не надо перегибать, товарищи жильцы, не надо. Лифт, конечно, застревает иногда. Но только на рекордно короткие сроки. Сколько сидит сегодняшний? 20 минут сидит. Ну вот, видал, всего 20 минут. Норма. Ты, товарищ Иванова, рассуждай о своем пешечном масштабе. Не строй из себя ферзя. А это? Ферзя. Из себя не строй. Я только душой за дело болею. Тихо, спокойно. У нас комната для тихих игр, а не для дискуссий. Понятно? Все. Делаю ход конем на Ц6. Ну, я тоже сделаю ход конем. Что? Ты зачем на него жаловаться ходила? Я сначала его по-хорошему просила. Почините машину. Чуть не плакала. А он... Чуть не плакала. У человека, по твоей милости, неприятности, и на мне это отзывается. А это вы неправильно, дедушка, говорите? Как ты можешь на родного деда критику наводить? А если вы неправильно говорите? У нас такой большой, замечательный дом. А из-за такого вот ферзя люди и страдают. Застревают между этажами. И какие люди? Ох, люди страдают. А что я, они и люди. Ходил старый дурак, в ножки кланялся, просил. Московскую прописку тебе отхлопотали. А ты отблагодарила. Где ты еще такую работу найдешь? На улице она не валяется. А вы мне работу не ищите, я сама найду. Сама? Где ты ее найдешь? Артистке из тебя не получилось, лифтерша не вышла. А, Катерина, не будет из тебя толку. Уж если ты на шее сидишь, так хоть помалкивай. А, Катерина, не будет из тебя. Катерина, не будет из тебя. Катерина, не будет из тебя. Ну, последний совет, последний вахтер. Если уж здесь нет. Дорогой дедушка, вам сердиться вредно. Вернусь, когда из меня выйдет толк. Большое спасибо за все, ваша внучка Катя. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздновато. Вы по какому делу в райсовет, молодые люди? Вы, Иванов. Вы, Иванов. Вы, Иванов. Ну, Иванов. А скажите, пожалуйста, у вас внучка. У вас есть внучка, Катя Иванова. А вы кто такие будете? Что вы про нее знаете? А он вместе с ней в поезде в Москву ехал. Ай, да. Мы в одном дубле вместе. Так это из-за тебя у ней на вокзале все время обувь-то расстеглась. Как нету внучки. Как нету? Ушла. Куда? В неизвестном направлении. Семилетки кончаете, а родному деду подобные коммунике пишете. Чему вас учат? Ушла. Дедушка, вы ее, наверное, обидели, да? А что такое я ей сказал? Ничего такого особенного я ей не говорил. Нет, ну разве можно? Вы ведь дед. Так ведь я ей родной дед, а не попутчик какой-нибудь. Я имею полное право и поучать, когда требуется. А она ушла. Пропадет теперь. Характер-то какой. Да и попутчики-то разные бывают. Обидеть могут. Да и движение какое. Москва. Господи. О, боже мой. Ну нельзя же так пугать людей, Милочка. Что ж? Я из-за вас от страха чуть не умерла. Зачем только таким праватом? Девушка, а вот все, что вы на нее подаете в суд? Да при чем здесь суд? Товарищ начальник, это не несчастный случай, а счастливая встреча. Я же третьего подруга детства. То есть племянницу подруги детства извлекать тормозила. Столько и всего. Верно, Милочка. Верно? Верно, да? Верно. Ну? Можно ехать, товарищ начальник. Пожалуйста. Пойдем, Милочка. Спасибо. До свидания. Товарищ начальник, зачем же рвешься? Здорово, здорово. Так же буду давить посадебелый. Ну, а как вы себя чувствуете, Милочка? Ничего. Только вот у меня локоть что-то разбит. И потом я испугалась, когда вы на меня наехали. Куда вас отвезти? Я не знаю. Вы, наверное, недавно в Москве? Угу, недавно. Ну, оно и видно. Вы совершенно не умеете переходить улицу. Вы работаете? Да. То есть, нет, сейчас на работу. Имейте жилплощадь? Нет. То есть, да, но сейчас не имею. А у вас действительно все цело, Милочка? Вообще-то все. А что? Я вам помогу. Сама судьба бросила у вас под мои колеса. Ну, а дед-то что сказал? Да он сам ничего не знает. Да, он получил от нее открытку. Ну и что? Ну чего, жива-здорова. А обратно адреса нет. Ну и бесполезно ее искать. Между прочим, есть еще один вариант. Какой? Справочные мне сказали, что в Москве проживает 2137 Екатерина Ивановых. Ну и что? Ну вот надо узнать их адреса и обойти все. Че ты смеешься? Да так ничего. До самой старости будешь искать. Бородовал, в руках палки. Держит-ка вам кого? А где Катя Иванова? Бабушка вас какой-то держит. Спрашивает. Тебе смешно? А мне кажется, что я ее все равно найду. Душа непокорно до сих пор не страдала, Но ты повстречалась мне. Куда же ты скрылась? Куда ж ты пропала? Неужто приснилась во сне? Куда же ты скрылась? Куда ж ты пропала? Неужто приснилась во сне? По мне это может совсем незаметно, Но я уж такой человек, Что если дружу, То дружу беззаветно, А если люблю, То навек. Ты знаешь, мне кажется, Что она на Таганке живет. Почему? На открытке стоит штепель Таганского почтового отделения. Она может жить в Малаховке, Открытку бросила на Таганке. Нормальные люди ей живут, Там и бросают. Да кто нормальный? Пускай ненароком исчезла ты где-то, Имей, дорогая, в виду, Что я за тобою пойду на край света, А надо и дальше пойду. Завтра на Таганку пойдем, да? Пойдем. Кат, из-за стола можно убрать. Масик, ты будешь болеть Или пойдешь на работу? Я, Кусенька, поболею немножко. Правильно, поболей, Масик, поболей. Все равно не оценят. Кусенька, а ты разве уезжаешь? Да. У меня в одиннадцать психическая гимнастика, А потом массаж нижних конечностей И гомеопат. Катя! Оставьте вазу! Это богемское стекло! Его нельзя трогать! На него можно только молиться! Она становится невыносимой. Масик! Кусенька! Кусенька! Ну что хочет Масик? Чтобы Кусенька ему привезла? Масик хочет водочки. Водочки! Успокойся, Масик! Привезу, мой красавчик! Привезу, привезу, мой ангел! Оставьте книги! Пыль же Раис Павловна! Это не та пыль, с которой надо бороться! Она неподвижная! Масик, у меня к тебе большая просьба! Присмотри за этой! А что? Она ничего! И вообще... Старательная! Масик! Кусенька! Опять? Кусик! Ну что Кусик? Кусик! Ну что Кусик? Что такое домработница? Домработница это своего рода внутренний враг. Масик! 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 Обожаю! Не так, Катя, не так! А как же Раис Павловна? Надо любить свой труд! Труд облагораживает человека! Что такое домработница? Домработница это своего рода директор домашнего хозяйства! Вы занимаете ответственный полк, Катя! Вот! В общем, вот так! Плохо у вас получается, Катя! Плохо-плохо! Я скоро вернусь! Без меня ничего не делайте! Только сходите за папиросами для Василия Никодимовича! Постирайте занавески! Вывайте пол в кухне! Купите все на обед! Перетрясите коврики! Почистим ножи и вилки! А потом, когда я вернусь, будете готовить обед под моим руководством! Доброе утро! Доброе утро! Возможно! Что вам достается? Птичка Божия не знала! Ни заботы, ни труда! Да! В домоработнице попало! В домоработнице попало! В домоработнице попало! Отстаньте, Василий Никодимович! Что мне будет, если я отстану? Ну, пустите же! Что мне будет, если я пущусь? Пустите! Ты тряпка-то, не гигиеничная! Спасибо! Тра-ла-ла-ла-ла! Тра-ла-ла-ла-ла! Тра-ла-ла-ла-ла-ла! Тра-ла-ла-ла! Тра-ла-ла-ла! Нам завидует каждый прохожий! Ха-ха-ха! Хэлло! Да, Комаринский. В чем дело? Что? Из госконтроля? Я уже еду. Еду. Скажешь, Раис Фауни, что меня срочно вызвали в контору. Вахтер Иванов слушает. Али! 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 Я девчоночка жила, забот не знала. Словно ласточка свободная была На беду свою тебя я повстречала Но забыть, как не старалась, не смогла Но забыть, как не старалась, не сумела Завладел моей ты девичьей судьбой Уж давно веселых песен я не пела Неужели мы не свидимся с тобой? Ты ушел и не воротишься обратно Одинокой навсегда останусь я Годы лучшие проходят безвозпратно И проходит с ними молодость моя Я девчоночка жила, но год не знала Словно ласточка свободная была Повстречала я тебя и потеряла Потеряла в тот же час, когда нашла Повстречала я тебя дома Что тут? Картина ясная. Кран забыла закрыть. Ох, летит теперь тебе. Боже мой! Боже мой! Важной кошмар! Что тут случилось? Я убираюсь. Маленькая наводненьца на двое этажа. За ваш счет. Вы понимаете, что вы наделали? Зачем вы полезли в ванну? Я ничего не наделала. Я убираюсь. И вдруг вода. Боже, ну кто же, по-важему, открыл кран? Это, наверное, Василий Никодимович перейдет. Надо на работу уйти. Да какое право? Вы имеете обвинять ответственного работника, бог знает в чем. Вы лжете. Какая дорогая вещь, боже мой! Я не лгу. Боже мой! Боже мой! Мы разорены. Ужете! Ужете! Вы мне за все ответите! За все! Боже, что же! Я из-за балла, я кран не открывала! А я это проверю! И горе вам! Если вы сомкали! Проверьте! Халло! 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 Масик! Ты павасик! Да ты забыл закрыть кран в ванной! Ну, как я мог! У нас в квартире наводнение! Кусенька! Какое наводнение? По колено вода! Кусенька! Ты забыл закрыть кран в ванной! Ты понимаешь, что ты на делу? Мы совершенно разорены! Мы погибли! Кусенька! Ну, дай ей по собственному желанию, и пускай идет на все четыре стороны! Угуня! Нет, я не Угуня! Я правду сказала! Ну что вы стоите! Ковёр спасайте! Вы должны в ногах у меня валяться! Прощения просить, а не оправдываться! Если бы я тогда на вас не наехала, вы бы давно погибли, как швед под Полтавой! Швед? А не швед? Да как вы смеете меня поправлять! А если вы неправильно говорите? Терзкая девчонка! Вы, пожалуйста, не кричите на меня. Я вам благодарна за то, что тогда вы на меня наехали. Но этот наезд я вам с лихвой отработала. А теперь я ухожу от вас вот что. И пусть все это ваше богемское стекло кто-нибудь другой обслуживает. А с меня хватит! Прекрасно! Собирайте вещи и убирайтесь по бою до острому желанию. Куда сейчас-то поедем? Новоспасский тупик. Ну, вот так. Новоспасский Николас. Тогда ездимся что-то. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Граждане, берите билеты. Будьте добры, один до конца. Возьмите. Извините, пожалуйста, я забыла деньги, я сейчас сойду. Пожалуйста, я уже взял. Что вы, зачем? Не нужно, я все равно сойду. Я же заплатил. Хорошо. Дайте ваш адрес, я вам перешлю деньги. Зачем же, вот мы сейчас остановимся. Я сойду с вами вместе, вы отдадите мне долг. Пожалуйста. Ты куда? Не могу уж такие деньги на ветер бросать. Набережная следующая Новоспасский. Серьезно, надолго? Боюсь, навсегда. Ну, привет. Скажите, пожалуйста, Екатерина Иванова в этой квартире живет? В этой? А ее можно будет видеть? А почему бы нет? Вы, пожалуйста, проходите, только она на кухне сейчас. Вы вот слушайте меня, вы идите по коридору, правда, там темно, у нас лампочка перегорела, я вот как раз сейчас иду покупать. Ну, вы не смущайтесь, вы идите, идите, идите и свернете налево, потом пройдете прямо, потом опять налево, потом увидите дверь. Ясно. Нет, вы туда не входите, вы идите дальше, направо будет еще одна дверь, вы тоже туда не ходите. И идите дальше и попадете в такой маленький, узенький, темный коридорчик. По нему пойдете прямо и упрете дверь кухни. Так. Вот, и перед вами она. Она? Да, понятно? Ну, я так разберусь, спасибо большое. Пожалуйста. Пожалуйста. Можно? Черт, я понасправили чего-то. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Что такое? Бандиты! Откройте! Искали в милицию. Сами разберемся. Ни коем случае, только через мой труп. Это же бандиты! Я не бандит, откройте мне, я сейчас вам все объясню. Как здесь, Сердич? Я здесь. Скорей, узнайте, сколько их там. Почему же я? Почему же я? Почему же я? А-а-а! Стой! Пустите, пустите, легите! А мы пойдем вооружаться! Откройте! Если бандиты взломают дверь, бросайтесь на них и кричите а-а-а! Ну, если я кинусь, то я потом не поднимусь. И как вам не стыдно? Вы же мужчина. Но ведь он тоже мужчина. Пусть он и кидается. Я не мужчина, а ответственный съемщик. Оставайтесь! Остальные за мной! Слушайте, товарищ феокистович, если вы мне сейчас не откройте, я действительно взломаю дверь. Это квартира умалишенных. Да, 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 да. Молодые люди, имейте в виду, у меня в руках горячее оружие. Ну что? Откройте! Здравствуйте! 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 Молодые горы! Я обезда не сдам! Опять вебель раздамить! Я их вооружил! Вот и... Тихо, граждане, тихо! Их там много! Выходите по одному! Все выходите! Все это я один. Какой симпатичный! Молоденький! Как вы сюда попали, гражданин? Я пришел к Ивановой Екатерине Ванне. Ага! Я так и думала! Я первый раз его вижу! Вы что, к ней пришли? Да не к ней я приходил! Пройдемте, гражданин! Попрошу со мной вас! Вас, 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 вас! Ну, ваше, ваше! Ой, прошу, где домик приодетца! Ну что, он все приходит? Руки, руки, пусть поднимет! Я же не виноват совсем! Гражданин, попрошу, и машину! Какую машину? Зачем машину-то? Я прошу! Доварищ начальник, я вам сейчас все обвеслю! Спокойно, гражданин, спокойно! Да не поеду я никуда! Руки вверх! Да не поеду я никуда! Гражданин, адреса! Ну и что? Ага, все ясно! Ага, все ясно! Куда вы велись? Подождите! Товарищ начальник! В чем дело, гражданин? Сейчас одного человека на машине увезли! Как? За что? Ну, мало ли, гражданин, за что угодить можно! Может, он в квартиру залез, а может, еще что-нибудь похуже! Да, тогда крепко могут дать! А куда вы повезли? Ну, для начала, надо полагать, что в отделении! А вы что? Что он вам знакомый? Или, может, родственные отношения? Знакомый! Да нет, комсомольская характеристика не нужна! Дело ясное! Тут пришли ваши ребята! Савельев? Я Савельев! И Дубонос! Он Дубонос! Савельев и Дубонос! Вручаются! Вручаемся! Не дружим не вас! Да я тоже думаю, верить можно! Всего хорошего! Так вот, граждане, ошибочка произошла! Вы уж его извините, пожалуйста! Простите, пожалуйста! Извините, пожалуйста! Извините, пожалуйста! Да нет, пожалуйста, пожалуйста! Это так романтично! Если нужно, заходите еще! Будем рады! Нет уж, спасибо! Тем не менее, бдительность остается бдительностью! Бдительность тут, пожалуй, ни при чем! В следующий раз, Гусаров, влюбляйтесь в девушек с точным адресом и с менее распространенной фамилией! Ясно? Вот так! Девушка, дождь идет? Ну, пусть идет! Ну, как же, пусть! Вы бы домой ушли, что ж так мокнуть! А у меня нет дома! Как нет дома? А вот так вот! Нет! Знаете что, пошли ко мне, я живу недалеко, за углом! Не пойду я никуда! Ну, вот что, пошли нечего! Так можно простудиться под дождем! Берите чемодан! Скорей, скорей, скорей! Пей чай, кушай как следует, не стесняйся! Спасибо! Я так вторую чашку уже! Согрелась? Угу! Бери сыр, колбасу, ешь! Нет, я не хочу больше, я наел, спасибо! Катя! Угу? Ты у меня пока останешься! Сестра приедет не скоро, и за это время ты успеешь устроиться на работу! На! Большое спасибо! А что же дедушка так о тебе ничего не знает? Угу! Все-таки дед, это же дедушка, я бы на твоем месте ему позвонила! Я иногда ему звоню, только не отвечаю! Если на работе, значит, здоров! А потом вешу трубку! Ха-ха-ха! Я сама такая, никогда не начну первой, если меня обидит! Самое обидное, что он правду сказал! Что я себя представляю? Ровным счетом, ничего! Чего я добилась? Ну, ничего, утро вечера мудренее! Самое главное, тебе надо устроиться на работу! Значит, и я тоже виноват, раз ты могла такое подумать! Спасибо! Но о любви я тебе никогда ничего не говорила! О любви не говорят! О ней все сказано! Это только в песне поется! В кино ходили? Два раза! Ну и что? На танцы приглашал! Ну, приглашал! Целовались! Когда? Как когда? Ну, один раз! Три! Ну, неужели это имеет какое-нибудь значение, Клавочка? Может, все-таки любишь? Неудобно! Люди живут кругом, смоют Клаву! Сердце ведь не прикажешь! Не плачь, Клавочка! Девушка! Ну, посчитайте нам, пожалуйста! А то нашел! Кого? Ну, который в поезде познакомились! Нет! Три! 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 Брось баловаться! Отмечай! Молчишь? Ну, молчи-молчи! А ко мне приходил попутчик твой! Видный такой парень! Забыл, как его имя-то! Когда он приходил? Ой, дедушка, здравствуйте! Тут что-то с трубкой было! Давно уж! Сразу как-то избежала! Ты когда домой вернешься, Катерина? Дедушка из меня еще толку не вышла! Как выйдет толку, сразу приду! А я живу хорошо! Работаю, здорово! Вы за меня не спокойтесь! Сейчас же! Семь минут ступай домой! Непутевая! Какую моду взяла! От родного деда бегать, Катерина! Ты слышишь меня? Олег! 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 Я, признаться, проявил глупость бесконечную, Всей душою полюбил куклу бессердечную. Для нее любовь, забава, Для меня мучение, Предавать не стоит, Право этому значение. Ни со мной, ни при луне, Пылка целовалась, А теперь она во мне разочаровалась. Для нее любовь, забава, Все ей шуткой кажется. Кто ей дал такое право, На доманой куражится. Олег! 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 Олег. Олег, мы только второй раз с Вами встречаемся, вы безобразничаете! Не второй, третий! Это все равно. Вот вы, значит, какой. Нате ваши цветы. Оля, я не хотел вас обидеть. Я думал, что это... Что вы думали? Разве вас девушки никогда не били за такое хулиганство? Никогда даже, наоборот. Значит, вы с плохими девушками встречались. До свидания. Оля, я вам даю честное слово, что это больше никогда не повторится без вашего на то разрешения. Оля, можно я возьму... Возьму билеты на завтра, на четверых. На последний сеанс можно? Возьму билеты на завтра. Оля, можно. Встретимся возле кино. Хорошо, я вас провожу, а то там темно на лестнице. Нет уж, не нужно, я сама. До свидания. До свидания. Катя, пойдем завтра с нами в кино. Что ты, я вам мешать только буду? Ну, что ты мешать? Он с товарищем придет, познакомишься. Не нужно мне никакого товарища. Катенька, я прошу тебя, ради меня пойдем. Не нужно, Оля, не нужно. Все-таки странная ты. Это же Москва, пойми. Ну, как ты своего Пашу найдешь? Ты даже фамилии его не знаешь. Ну, где ты? Прости, но как? Красив. Только смотри, как бы она тебе тоже не убежала. Ничего, моя не бегает. У Ненинска другая привычка. Будьте добры, зефира коробочку. Митя, а может быть, я не пойду, стой в кино, а? Пашка, аж подругу приведет. Ну и что? Ты понимаешь, я еще два адреса достал. Первый раз в жизни я тебя попросил, и ты не можешь. Да я могу, но... Ну, в нашем распоряжении еще 50 минут. Давай зайдем по одному адресочку, а? Быстро, быстро. Пойдем. Гражданин. О, спасибо большое. Что, Алёнушка, тебе купить? Яблочко? Угу. Так, 75. Слушай, здесь открыли. Пойдем. Парк. Вспомни ванну. Ну, я теперь ученый. Ничего не будет. Идем. Можно? Можно? А кто-нибудь здесь есть? Люди добрые, отзовитесь. Ой. Ну, вот так вот. Примерно этого я и ожидал. Но это, между прочим, хуже, чем ванна. Хозяин! Хозяин, есть тут кто-нибудь? Как он смотрит, видишь? Запоздаем из-за этой чертовки. Слушай, тихо. Она, наверное, не любит, когда с ней громко разговаривать. Ну, давай тогда по-хорошему, вежливо. А наша ученая? Да. Шарик. Позвольте выйти. Лобзик. Шурик. Шурик. Хорошая собачка. Лаечка. Лаечка. Почему они не идут? Уже скоро начало. Он, наверное, забыл. Ну, что ты, как он может забыть? Что же мы теперь делать-то будем, а? А что, если ее с зефиром подкупить, а? Да что ты, собаки взяток не берут. А мы сейчас попробуем. Лобзик. Лобзик. Да. Лобзика. Ну, скушай, лобзик. Вот так. Плюет. Ну, теперь иди. Нет, ты иди. Ты кормил, ты иди. Пойдем тогда вместе. Ну, пойдем. Пойдем. Ну, спокойно. Не спокойно. Раз, два, два. Хозяин. Оль, бесполезно ждать? Пошли там. Нет уж, я останусь, а я ему все скажу. Ну, как хочешь, я пойду. Аппетит-то какой-то нечеловеческий. Конечно, нечеловеческий, собачий. Что я Оле скажу, ведь не поверит. Слушай, Митя, у меня есть план. Кидаю ей последнюю зефирину. Пока она будет кушать, я потушу свет. И в темноте пробьемся. Паша, это идея. Давай. Только спокойно, Паша. Лаечка. Только осторожно. Лаечка. Хорошая. Лаечка. Лаечка, да. Раз. Ай, ай, люди! О-о-о-о! О-о-о! 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 Держи, ну! Держи, ну! Ну, держи, ну! Ну, держи, ну! А-а-а-а! А-а-а-а! Я сейчас вам все объясню. Я ждала вас только для того, чтобы сказать вам, чтобы вы не смели, запомните это, не приходить ко мне, не писать и не звонить. Забудьте мое имя и тот день, когда вы заплатили за меня рубль в троллейбусе. Да выслушайте ж вы меня, Оля! О-о-о! Нет, нам необходимы молодые кадры, и они у нас должны быть. Юрий Александрович, вы неисправимый фантазер. Елизавета Тимофеевна, для художника необходима фантазия. Я член художественного совета. Мне, например, фантазия абсолютно не нужна. И потом мы внедрить или даже внедрять, а не фантазировать. Елизавета Тимофеевна, Вы посмотрите, какая очаровательная девушка. Я лишь ничего очаровательного не нахожу. Девушка, вы с вашей внешностью могли бы найти занятие поинтереснее. Вы куда-то шли, гражданин, ну и идите. Нет, боже, сохрани, вы меня не так поняли. Я действительно хочу вам предложить увлекательную, интересную, серьезную работу. Демонстрируются вечерние туалеты, созданные художниками-модельерами нашего экспериментального ателье. Елизавета Тимофеевна, Елизавета Тимофеевна, что делать? Люся заболела, и я не могу демонстрировать свою модель. Что он сказал, эта симулянтка? Она сказала, что у нее высокая температура, 39,2. У нее температура, у нас художественный совет. Иванова, встаньте сюда. Размер ее. Демонстрируйте платье, будете вы. Что вы, Елизавета Тимофеевна, я даже не знаю, как в таком ходить. Советская девушка даже смела ходить в том, что мы внедряем. Но, Елизавета Тимофеевна, мне же говорили, что только рабочую одежду буду показывать. Значит, у меня от нее каждые пять минут разуме все это делается. Прежде всего, вы не должны срывать работу. Вы хотите стать срывальщицей? Нет, я не хочу, но, Елизавета Тимофеевна... Введите ее в кабину. Идемте, Катя, Катя, идемте, идемте. Елизавета Тимофеевна, ну как? Вполне на уровне, даже лучше, чем я ожидала. Елизавета Тимофеевна, здесь такой вырез большой. Мне как-то неловко. Елизавета, а почему вы высказываетесь? Вы же не член худсовета. Идите немедленно. Никого больше не ваше дело. Идите немедленно. Уберите все ваши руки и не падайте с лестницы. Идите немедленно. Перегонки выгонки. Нет, не выгонки. Кричал только. Нет у меня внучки, если вы еще раз придете, я от ее попутчиков. Он про тебя. Вызову милицию. Сумасшедший какой-то, и она, наверное, вся в него. Слушай, Митя, что? Вот эта вот девушка так похожа на Катю. Какая? Вот тут в белом. Ну, докатились, видения начинаются. Она так похожа, только ростом чуть-чуть выше. Слушай, Пашка, я тебе как друг говорю, брось ты эти пояски. Не бросишь, плохо кончишь. Что она тебе далась? Ну, ты посмотри, сколько девчат. Иваново. Иванок, да вы что, сбесили, что ли? Куда? Куда? Почему мы ее сдержали? Потому что я не Владимир Куц, чтобы бегать за метро. Так теперь окружайте, догоняйте, окружайте. Ваша прямая демократка. Нет, нет, нет. Бросайте слева-направо. Что же с собой? Что же вы, родняка? Плачь, я тебе жидит в колеи, будешь жить. Паша, останови ее! Граждане, хватайте ее! Граждане, держите ее! Это же невозможно, понимаете? Чтоб я за молодыми кадрами должна быть гоняться по всем улицам. Понимаешь, я его увидела и побежала. Удержаться не могла. А потом по собственному желанию. Что, неужели выгнали? Что ты, я сама, честное слово. Они меня поругали немножко, но ничего такого. Знаешь, Оль, не по душе мне там, не нравится. Ну, что ж ты теперь будешь делать? Не знаю. Уехать, что ли? Ну, вот уехать, новость какая. А ты знаешь что? Мне кажется, я могу тебя устроить. У нас на работе нужна курьерша. Я завтра поговорю. Оленька, спасибо! Опять ты меня вручаешь. Ну, как настроение? Хорошее? Смотри, чтобы все было аккуратно. И потом чай наливай пожиже, потому что заварки не хватит. Попьют сотрудники чай в перерыв и снова за работу. Оленька, а что это вы все пишете, считаете, а? Пишем разные бумаги, считаем разные цифры. А зачем все эти бумаги? Смешная ты. Над нашей конторой есть еще одна контора, которая главнее нашей. Ну и вот, эта контора присылает нам свои бумаги. А мы их переписываем и посылаем в ту контору, которая ниже нашей. Понимаешь? Не понимаю. Почему же та контора, которая выше нашей, не может бумаги прямо послать в ту контору, которая ниже нашей? Вот странно. Эта контора, которая ниже... В перерыв чайнистей. Освенний Крукт, горячий Крукт. Мелых, когда вы судите, вы ставите в него через зайки, ладно? Очень вас упрошу. Спасибо, пожалуйста. Пожалуйста. Семенович Горченко, постите на меня, пожалуйста! Я сейчас. Спасибо. Иванова, чайник очень занят. Вы поставите стакан на стул и сейчас же тихонечко уходите, понимаете? Понимаю. Таким образом, в целом, своевременность... Написали? Своевременность оборачиваемость поступающих директив. Своевременно и происходит точно в своевременно. Иванова, Иванова, что с вами? Ничего. Возьмите пакет и поезжайте на стройку. На стройку? Послушайте, девушка. Вы тут всех знаете? Всех и все. А что? У вас тут один товарищ работает. А у нас не один товарищ работает, девушка. У нас сотни. А зачем он тебе? Так не важно. Ты учти, мы своих на сторону не отдаем. Ты что, пакеты размысешь? Пакеты! Ну и вороки свой бюрократизм. Не прохлаждайся. Кому пакеты? Прорабу где он? Он туда иди. Ой, постой! Ушиблась, дочка? Нет ничего. Да как же тебя так угораздило? А мне прораба нужно. Я прораба. Ой, вот наконец-то! А у меня для вас пакет. Лично срочно. Срочно. О, да я эти новости неделю назад знал. Селить там, директивы переписывайте, а с арбатурой опять подвели. Давай, сердечная, книжку твою распишусь. И кому нужна только эта ваша контора? Наша контора – это необходимое связующее звено в сложной цепи взаимоотношений между главком и строительными площадками. Я закругляюсь, товарищи. В свое время мы своевременно сигнализировали. И я считаю своевременным поставить вопрос о несвоевременности сжатия нашего аппарата. Нас надо не сжимать, нас надо расширять. Значит, вы не согласны, товарищ Камаринская, что ваша контора превратилась в лишнюю инстанцию? Категорически. Категорически не согласен. Это как же вы говорите, Василий Никодимович, не лишнее. Нас на стройке только лишними ругают. Лишняя инстанция, лишняя контора. Со стыда можно сгореть. А вы знаете, сколько эта лишняя станция казенного чая выпивает? Рублей на 500 в месяц. Демагогия. Это безответственное выступление. Оля. Здравствуйте, Митя. Вы меня извините, я в таком виде. Наши учреждения закрыли. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте. Значит, вы теперь тоже рабочий класс. А я нечаянно на вашу стройку попала. Это ж великолепно, что вы попали именно на нашу стройку. Хотите к нам, бригада, подсобница? Могу похлопотать. Куда? Монтажником, наверх. Работа нетрудная, инструменты принести то да сё. А красотища, стрижи и летай, пластички. Будете у нас королевой воздуха. Спасибо, Митя. А вы королём там? Да нет, заместитель. Подожди, сейчас. А я эти дни только о вас и думаю. Всё время? Всё время. Пять раз в день мимо вашего дома хожу. Почему же вы не зашли? А как же я зайду, если вы мне запретили? Заходить к вам? Звонить и даже писать. Мало чего я там наговорил. А я боялся. Да подожди ты одну минуту, постоять. Это ещё что такое? Иван Романович. Это шефство. Над новенькими. Ну так будем шефствовать над девицами. Савельев, десять лет дома не построим. Геноват, Иван Романович. Ну наше место. Пошли буду. Через пять минут с третьей платформы отправляется поезд номер 72, Москва-Рокус. Вот твой вагон. Ты, Катерина, не забывай, что у тебя дед существует. Пока что. Дедушка, не беспокойся, я им писать буду. Как приедешь на место назначения, сразу телеграмму дай с точным адресом. А то ведь пропадёшь опять. На вот тебе. Письма от тебя всё равно не дождёшь. А открыточку нацарапай. Жива, мол, здорова. Чего и вам желаю. Тут 50 штук. Про запас. Катенька, милая, может быть, ты всё-таки останешься. Будем опять с тобой вместе работать. Нет, решила, так уж решила. А ты знаешь, что мне Митя сказал? Они меня к себе в бригаду возьмут. Подсобницы. Будьте, говорят, у нас королевой воздуха. Нет, королева это не профессия. Ты вот лучше в штукатуру идти. Штукатура это дело. Что ты так оглядываешься? Я попросила Митю сюда прийти, а его всё нет. Будет ему сегодня от меня. Опождаешь! Ты уж, Катерина, этого, я ж не того. Я ж для тебя от всей души. Да что вы, дедушка. Да ладно. Про адрес-то не забудь. Непутёвая. Не забуду, дедушка. Вы себя-то берегите. Оленька, спасибо тебе за всё, за всё. Катенька, ну не забывай меня. Пиши. Ну вот, опоздали. Всё из-за тебя. Ещё потом адресочку зайдём. Ищешь по шагу, а ты снег. В последний раз. Ну, в последний раз. Митя! Что? Она! Кто? Это Катя! Кни! Катя! 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 А я вас по всей Москве искал. А я думала, вы меня забыли. Да что вы, я ж всё в Москву перевернула, а вас нет. Гражданин, сойдите с подружкой. Катя, давайте готовим. Гражданин, кому говорят, сойдите. Я вас очень прошу. Гражданин, не нарушайте. Ну, вы понимаете, что я эту девушку люблю, Эллина? Любить можно, нарушать нельзя. Ахлюбить можно? Да. Не мешайте-то, пожалуйста. Ну, куда идёшь, Катя? Я далеко, на работу. Как же, окружи я, Катя, оставайся, а? Мне же ехать надо. Зачем, Катя? Ой, что ж мне делать? Ну, Катя, мы вместе поедем. Ой, Пашенька, неправильно я сделала, мне же ехать надо. Что, опоздали молодые люди? Нет, не опоздали. Наоборот, успел. Пойдём? Пойдём. Субтитры подогнал «Симон»